Всем привет! Это новое сарафан-шоу. Отличное завершение зимней недели. К нам в гости по сарафане заглянула актриса Алиса Руденко. Привет! Привет! Алиса, как получилось, что ты стала актрисой? С чего начинался твой путь? Я в пять лет попросила родителей отвезти меня в киношколу. Там я поучилась полгода. Потом они начали приглашать в рекламу и короткометражные фильмы. Зачем ты попросила родителей отвезти тебя в киношколу? Ну, я ехала в машине, и я почувствовала, что мне нравится творчество, перевоплощаться. И после этого я начала сниматься. Расскажи о своем первом проекте. Было ли тебе там страшно или весело? Я с первого раза снялась в проекте. Он называется «Балет». Я себя с первого раза чувствовала расслабленная, не волновалась. Я была готова. К чему? Чтобы начать сниматься в больших проектах. Это сериал «Балет». Вы кто такая? Рута Адамкута. Новенькая. Рута Адамкута вновь в театре. Исторический момент. Ты вообще не изменился. Тебя взяли в проект «Балет», потому что ты занималась балетом? Меня взяли туда тоже из-за моей растяжки. Я занимаюсь балетом. Ну и, конечно, что я еще и актриса. А ты сих пор занимаешься балетом? Ну да, я занимаюсь. Продолжаю растягиваться. А сколько лет ты занимаешься балетом? Просто по своему опыту я знаю, что чем больше лет ты в школе какого-то вида спорта, тем ты, так сказать, авторитетнее. В три года я уже танцевала «Лебединое озеро» на сцене. Как ты учишь большие тексты? Есть ли у тебя лайфхаки, как запомнить большой объем? Лайфхаков особо у меня нет. Учу я большие тексты так. Я их как бы сама читаю. Там четыре раза три. Потом все само запоминается. А когда мы с папой это проходим, мы вместе проигрываем. Например, был однажды такой случай, когда мы в Петербурге проигрывали. Надо было выучить большой текст. Мы с папой его вместе учили, а потом я проверяла папу. Ему тоже нужно было выучить, да? Да. И если он ошибся один раз, то все заново начинает. Это был проект «Всё ок». Если в следующий раз будешь спорить с папой на то, кто быстрее выучит текст, спорь на деньги. Это поможет. Угу. Ну, либо на игрушки или, не знаю, на поход в баню. Я не думаю, что Алисе интересны игрушки. А мне кажется, интересны игрушки. Алиса, интересны тебе игрушки? Я играю так нередко. Но больше ты снимаешься в кино, да? Да. А у тебя был проект, в котором были игрушки в какой-то, так сказать, значительной части или роли? То есть игрушки имели значение? Конечно. Какой? Там, я думаю, значения они прям не имели, но я ими управляла, как говорила за них. Как называется проект? «Всё ок». «Всё ок». «Всё ок». Потому что в нём были офигенные локации, очень добрые, отзывчивые актёры, классный режиссёр. А кого ты играла вообще в этом «Всё ок»? Я играла девочку, у которой умерла мама, и в её жизни произошло столько много сложных событий, что теперь кажется, что она стала умнее взрослых. Как туда игрушки вообще вместились? Я там живу с братом и сестрой. А со всеми актёрами, с которыми ты снималась в этом проекте, всё ок. Ты познакомилась на площадке или ты кого-то знала до проекта? Нет, все на площадке. И тебе с ними было прямо интересно общаться? А ты с ними общаешься до сих пор? Я думаю, нет. Ну, если где-то встретишься, будешь общаться, да? Да. В новом году у тебя множество премьер в громких картинах. Расскажи о них. Ну, например, в этом году будет премьера «Всё ок», потом «Голливудск», «Морозка», «Первый класс». В «Голливудске» ты какую роль сыграла? Ну, у меня там была сестра. Каким персонажем ты была вместе со своей сестрой? Я была дочь главного героя, ну и моя сестра тоже, конечно. А вы были протагонистами или антагонистами? Плохими или хорошими? Хорошими. Что для тебя самое, ну самое сложное в актёрской профессии? Ну, например, нужно учить очень много текста для роли. Я ненавижу учить текст. Я потратил целое воскресенье однажды, чтобы выучить «Бородино». Нам, чтобы его выучить, дали целых три недели. Ты это говоришь человеку, которому давали на «Бородино» полтора месяца, но он просто играл все выходные в компьютерные игры и не хотел учить «Бородино». Кстати, а в каком ты классе? А, восемь лет. Во втором классе. Во втором. Что вы сейчас проходите по математике? Деление. А умножения уже прошли? Уже прошли. Ладно, мы отошли от темы. Тебе тяжелуются тексты или тебе просто сложно их запомнить? Судя по твоим рассказам, ты папу вот так обыгрывала. Да. Тексты у меня легко запоминаются, просто иногда вот когда ты приходишь на площадку, ты понимаешь, что ты все забыл. И тебе приходится заново все повторять и учить. И часто такое бывает? Ну, было там один раз. Какой стих последний ты учила? Он называется «Болтуния». Что болтуни Лидомол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некто. Скажи-ка дяде, ведь не дару. Ну, ладно, это уже не важно. Мне совсем недавно папа напоминал этот стих, а я его даже не учила. У нас была какая-то ситуация, и он мне напоминает этот стих. И он знает его весь наизусть. И он мне говорит такой «А что болтуни Лидомол, так это Вовка выдумал». Когда ты успеваешь совмещать учебу и съемки в кино? Успеваешь ли вообще? Я вполне успеваю. Если на какую-то дату у меня съемки, то я просто пропускаю школу. Реально? Да, например, однажды я летала на полтора месяца в Санкт-Петербург на съемки. Там я снималась. Вы так долго снимали. Да. Но кино – это долгий процесс. Некоторые кино снимают год, круглый год. Круглый год. Я пока в таких не снималась. Ну, в будущем все будет. Мы еще знаем, что ты не только актриса, но еще и певица, и поешь какие-то песни. Например, что ты поешь? Ну, «Куколку Лол», «Каникулы», «Тип-топ», «Дождик». Это твои песни? Да. Собственные? Собственные. Которые тебе написали? Да. Вау. А ты сама выбираешь тему для песен? Или к тебе приходит менеджер там или мама ее говорит? Все, снимай, это, поешь песню «Кукла Лол» и все, мне не важно. Если ты даже «Лол» покупал последний раз три года назад, мне не важно. Поешь песню «Кукла Лол». Ну, нет, мы создаем песни с командой по звуку. А кто главный в команде, мама или ты? Я. А какая твоя самая последняя песня была, которую вы записали? «Каникулы». Ты можешь чуть-чуть напеть припев? Да. Каникулы, учебы нет, каникулы, друзьям привет, гуляем все. А че бы нет, давай бежим, встречает рассвет. Ты где-то выступаешь с этими песнями? Ну, я недавно выступала на новогодней елке. С какой песней? Со всеми, кроме тип-топ. А какая твоя любимая песня из всех, которые у тебя есть? «Дождик». «Дождик», а она пой припев. «Дождик» капает кап-кап, Время расправить свои пороса, Время расправить свои пороса. У тебя одна жизнь и прожить ее нужно сполна. Вау. Кстати, дождь – это моя любимая погода. Чем ты любишь заниматься в свободное время? И есть ли оно у тебя в таком плотном графике? Свободное время у меня есть, мне его хватает. Некоторые просто думают, что я вот только снимаю, снимаю, снимаюсь. Но это не так, у меня есть свободное время. Так чем ты в нем занимаешься? Например, рисую, пою, гуляю, играю. Ты часто ходишь гулять? Ну, да. А когда ты последний раз снималась? Вот последняя дата съемок. В проекте «Взрослая». Он еще не вышел, да? Как бы нет. Алиса, а как ты себя чувствуешь на съемочной площадке? То есть ты там с кем-то общаешься, дружишь, играешь во время стопов? Или просто сосредотачиваешься максимально, медитейшн и так далее, и просто готовишься? Нет, я чувствую себя расслабленной на съемочной площадке. А ты там дружишь с кем-то или играешь, или что еще делаешь вообще в стоп? Я общаюсь со всеми, нахожу общий язык. А тебе вообще когда-то было страшно сниматься? Нет. Нет? Никогда? Нет. Вообще-то хорошее качество не бояться съемочной группы, съемочной площадки и с целью уверенно идти и сниматься. Недавно вышла премьера фильма «Сны Алисы». Кого ты там играешь? Я играю Настю. Сестра одного почти главного героя. А «Сны Алисы» не в честь тебя назвали? Нет. Я шла на роль маленькой Алисы, но меня утвердили в Настю. Но я все равно безумно рада, что этот фильм все-таки состоялся. Сложно ли быть актером и сниматься в кино? Просто многие считают, что это довольно просто. Ну, актерская профессия, конечно, сложная, но очень интересная. Нужно записывать пробы каждый день, с утра до ночи быть на съемочной площадке. А вообще, где ты живешь во время съемок? Ну, я нахожусь в вагончике днем. Когда наступает ночь, я уезжаю домой. Сколько у тебя длится съемочный день? Однажды, вот так один раз просто было, я снималась с обеда до четырех часов утра. А-а-а, то есть вы все-таки работаете на ночных сменах? Ну, один раз так было, да. Это на каком проекте было? На Голливудске. Алиса, я знаю, что ты танцуешь, где ты танцуешь, что ты танцуешь. И давно ты этим занимаешься вообще? Ну, современными танцами я там полгодика позанималась. Это ты просто позанималась и все прекратила? Или ты до сих пор танцуешь? Позанималась и прекратила. Что ты делаешь в перерывах между съемками? Может, ты сидишь в вагончике и вместе с актером повторяешь текст? Ты ответила на вопрос. Да, я сижу в вагончике и повторяю текст. С папой либо мамой. Ну, то есть ты все время повторяешь текст, ты даже не болтаешь с кем-то, не бегаешь. Почему? Я бегаю по съемочной площадке, прячусь от всех. Еще я уроки учу, конечно, но это проходит дома, выходные. А у тебя были какие-то интересные истории или ситуации с актерами? То есть вы спрятались и так до вечера и просидели? Ну, нет. Такого, чтобы мы спрятались не было. Но я рисовала татушки на гримерах. А как это происходило? То есть ты пришла, тебя нагримировали и ты пошла сниматься. На площадку. И потом, когда был перерыв, ты пришла к гримеру и просто нарисовала ему татуировку? Ну, я между сценами рисовала татуировки в проекте «Все ок» гримером. Я писала такое название «Все ок». С кем из известных актеров тебе больше всего понравилось сниматься? Владимир Яглович, Мария Ахмедянова, Юлия Хлынина, Артем Быстров. А с детьми? Ты с кем-то снимаешь? Илья Кондратенко, Марта Истегниева. Ну и все. Почти всех я знаю. И они очень популярны и крутые. Что тебе больше нравится? Сниматься в кино или когда идут штопы и вы бегаете, играете с актерами? Конечно же, когда я снимаюсь в кино. Тогда в чем прикол актерской профессии? А ты смотришь свои же фильмы? Конечно. Мне нравится, как я играю. То есть ты смотришь на себя, как в зеркале, да? Как бы да. Я узнала, что ты играешь в шахматы. Что тебе больше нравится, играть в шахматы или же в компьютерные игры? В шахматы, конечно. Я в компьютерные игры не играю. А почему ты не играешь в компьютерные игры? Ну, мне кажется, просто это бессмыслится. Это рассредотачивает человека. Это бессмыслится. А с кем ты играешь в шахматы? С папой, с дедушкой. Ну и все. А ты бы хотела с кем-то другим играть? Например, с актерами? Ну, да. Просто не все умеют. А насколько ты увлекаешься шахматами? Ну, в пять лет меня папа научил играть в шахматы. То есть тебя учил папа, и ты не ходил ни в какую школу? Нет. А ты бы хотела пойти в школу играть с людьми в шахматы? Да. Пойдешь? Надеюсь. Я снималась в проекте «Морозка», и там мне по роли надо было играть в шахматы. С моим кинодедушкой. И ты проиграла или выиграла? Там не показано. То есть все навыки нужны в кино, да? Да. Я тоже хочу научиться играть в шахматы. Могу дать пару уроков. Давай. О каких ролях ты мечтаешь? Я мечтаю сыграть в митике той девочке, которая голова кругом ходит на 300 градусов, по стенам ползает, на крышу забирается ночью. Что? А ты смотрела, допустим, «Папины дочки» и ты бы не хотела там сыграть, а не в каких-то там триллерах, ужастиках? Ну, «Папины дочки» я смотрела. Я шла на роль младшей дочки Арины. Да, и? Ну, и что-то там у меня вроде не получилось. По занятости не прошла вроде. Ну, и вот так. А кто тебе больше нравится из «Папиных дочек»? Ну, пусть будет Ева Смирнова. А тебе она нравится по характеру или, может, по актерской игре? Расскажи. И по характеру, и по актерской игре. А есть еще какие-нибудь качества? Она очень яркая такая. Алиса, ну, с тобой будет так интересно общаться, но давай с тобой пообсуждаем новости. Да. Мультфильм «Великолепная пятерка» идет в кинотеатрах. Режиссер Василий Равенский. А мультфильм-то про известный балет «Лебединое озеро». Он такой милый. Кто ты такой? И что тут делаешь? Извините, барышня. Там есть пес Самсон, который скрывался от бродячих собак и случайно попал в театр. И там этот пес Самсон познакомился с собачкой-балериной. А это прима-балерина. А кто такая прима-балерина? Прима-балерина – это та балерина, которая знаменитая. И она лучшая. Прима – это значит «главная». Прима – лучшая. А ты хотела бы стать прима-балериной? Ну, это было в мечтах. А если в будущем тебе дадут роль в кино и в балете? Главную роль в кино. Главную роль в кино или главную роль примы-балерины? Что ты выберешь? Ну, конечно же, главную роль в кино – прима-балерины. И ты бы хотела сыграть приму-балерину в кино, да? Да. Я бы составила такой фильм. Ну что, пойдем смотреть кино «Великолепная пятерка»? Да, пошли. Кстати, а вы знали, что есть такая книжка «Детектив»? Тоже называется «Великолепная пятерка»? Я не знала. Я не знала. А я вот знал. И все читал. Интересно. Надо познакомиться с этой книгой. Есть еще «Великолепная семерка», но это совершенно другой разговор. Отдельный вид искусства. Рубрика «А что в мире?» Фильм «Тайны заколдованного зеркала» идет в кино. Этот фильм, кстати, показывают в России. Очень захватывающий фильм, потому что там защищают нашу планету при помощи заколдованного зеркала. Если у меня есть шанс увидеться с мамой, я им воспользуюсь. Нелли, черный лес очень опасен. Скоро полнолуние, в это время появляются оборотни. С 1 января этот фильм пошел в кино. Я смотрела трейлер, но потом обязательно пойду в кинотеатр смотреть этот фильм. Либо же посмотрю его дома. И я когда смотрела трейлер, мне очень понравилось, как играла эта маленькая рыженькая девочка. И это мистическая история, и я уверена, что, Алис, тебе понравится. Да, мистическая – это моя тема. Кстати, а что вы знаете о теории мультивселенной? А что это? Теория мультивселенной – это теория о том, что существует множество количеств миров, связанных одной какой-то очень хрупкой цепочкой. И если рушится хотя бы одна составляющая цепочка, то к миру невозможно попасть, и мир погибает. Теория мультивселенной говорит, что в каждой вселенной, которую мы представляем в голове, каждый фильм, мультик где-нибудь существует. И рождаются все новые и новые миры от каждого представления, фильма и так далее. То есть, если, например, ты вдруг снимешь фильм про какую-нибудь волшебницу, то появится такая мультивселенная. По теории мультивселенной количество миров бесконечное. И когда-то, когда будет миров очень и очень и очень и очень много, то появится центральный мир, самый главный, из которого все это вышло. Интересная теория. Ну да. А я заметила, что сюжеты новых фильмов повторяются в реальности. Фильм «Спасти Санту» вышел на экраны. Слоган фильма «Рождество не будет прежним» – испанское производство. Сюжет фильма такой. Накануне «Рождества» папа маленького мальчика врезается в настоящего Санта-Клауса. И пока Санта валяется и ничего не может сделать, ну, по крайней мере, развести подарки, папа потеет за него. Что значит, не можете меня выписать? Послезавтра Рождество! Дети Земли ждут праздника. Ты должен исполнить все их желания и принести радость в каждый дом. О чем речь? Правда? Ты что? Никак не поймешь, а? Ты просто полоумный дед, а не Санта-Клаус. Алиса, кто тебе ближе? Санта-Клаус или же Дед Мороз? Ну, я думаю, Дед Мороз. А ты веришь в Деда Мороза? Да. Какой самый интересный подарок принес тебе Дед Мороз на Новый год? Я последний вот год попросила у Деда Мороза, чтобы все дети стали такими же счастливыми, как и я. А Дед Мороз исполнил мое желание и еще принес подарок, о котором я правда хотела и в письме не написала. И что это был за подарок? Гироскутер. Интуиция. Алис, мне кажется, это самое прекрасное желание, которое я вообще слышу. Восхитительно. Мне кажется, что твое желание обязательно сбудется или уже сбылось. Коля, а так же ты счастлив, как Алиса? Или тебе все еще не хватает этого желания? Вот буквально маленький аспект пусть отметит школу на лет пять. Я бы тоже этого хотела. Или сделают лето не три месяца, а шесть. Шесть, да. Лето три месяца не сделать, а каникулы очень даже. Алиса, а чего ты была так счастлива, что аж попросила, чтобы все дети были счастливы, как ты? Не знаю, у меня вспыхнул такой огонек. И, кстати, мне Дед Мороз прислал письмо, обратную связь. И что он там написал? Ну, не написал, а это видеописьмо. Папина телефон. Он там показал такой вопросительный знак, чего я по правде хочу, и принес то, что я правда хотела. Это замечательно. Я не знала, что Дед Мороз присылает обратную связь. Я просто нашла волшебный почтовый ящик. А, кстати, а кто из магических персонажей Нового года вам больше всего нравится? То есть, например, эльф Деда Мороза, сам Дед Мороз, может быть, Рудольф или Снеговики, или вообще кто-то еще? Эльфик! А я хочу сказать, я очень люблю Снеговиков и, в принципе, их лепить. Но я люблю это делать, когда снег липкий, и его можно скомкать. Я тоже люблю. Рудольф! Рудольф! Я обожаю этого оленя, потому что он с красным носом скачет сквозь воздух, раздирает воздух. И если, кстати, вы знали, что если Дед Мороз не успевает в какой-то дом забросить подарки, то он посылает Рудольфа и эльфов. И Рудольф забрасывает самые тяжелые подарки. Вот так вот. Тысячь ногой. Жаль, что у меня нет камина. Новости не кино. Икея предлагает переименовать в мебели-точка. Многие уверены, что Икея воспользуется той же самой лазейчкой, как и Макдональдс, и превратится в мебели-точка, и тем самым вернется в Россию. На самом деле это просто предложили, и я думаю, это какой-нибудь мистический факт. Но все же давайте поговорим о том, что бы вы купили в Икее. Ну, например, в Икее можно купить мебель, диваны, стулья, столы. А я люблю заходить в разные магазины, ну или же в Икее, когда она была открыта, и покупать там какие-нибудь украшения, декорации для комнаты. Например, гирлянды или же, знаете, вот эту большую игрушку-акулу. Ну или же маленькие. А вы, кстати, знали, что в Икее продается искусственный цветочек, который офигенно подходит ко всему белому. И если у тебя там, например, белый стол, то ты можешь покупать этот цветочек, ставить его, и будет просто белиссимо. В Роблоксе есть игра 3008, а это игра Икея. Туда можно зайти в эту игру, и там есть ночь и день. В дне ты из предметов, которые есть вокруг, ну, которые есть в Икее, там растения, разные доски, дощечки, диваны, кресла, кровати, лампы. Ты строишь домик, и ночью ты должен выжить от охранников, которые тебя могут убить. В кино сниматься, конечно, интереснее, чем играть в компьютерные игры. А смотреть кино еще интереснее. Это точно. Ну и сниматься в днем тоже, конечно, интересно. Особенно, когда снимаешься в днем ты, и потом смотришь на саму себя. Кстати, вы знаете, что кино и компьютерные игры иногда дружат? Потому что иногда снимают кино по компьютерной игре. Вот недавно вышел фильм про Фредди, а иногда делают компьютерные игры по кино. Это, так сказать, взаимосвязанная схема. Эти фильмы становятся очень популярными. Алиса, а ты хотела бы сыграть в таком кино? Можно было бы попробовать. Вот такой выпуск у нас сегодня получился, и мы рады, что вы досмотрели его до конца. А сейчас самое время написать приятности в комментариях. Спасибо великолепнейшей Алисе, что пришла к нам в гости. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили поболтать с вами на сарафан-шоу. Ну а мы можем общаться хоть каждый день в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Заходите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok